Подобная и не менее скандальная история сейчас на пике развития в США. Случайная владелица, никогда выкраденного из музея шедевра, отказывается ее вернуть владельцу законному, государству. Дело дошло до суда, который требует от жительницы штата Вирджиния отдать картину Ренуара в музей Балтимора. На связи со студией наш вашингтонский корреспондент Александр Панов, у которого мы рассчитываем узнать все подробности. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Валерий. Сегодня здесь, в суде восточного округа штата Вирджиния, в Александре, действительно очень необычный процесс. Поэтому за моей спиной, несмотря на непогоду, проливной дождь, который идет весь день, собрались операторы ведущих американских телеканалов. Согласитесь, это большая редкость, когда суд решает судьбу картины французского художника Ренуара, которая, внимание, была куплена на блошином рынке всего за 7 долларов. Картина знаменитого французского импрессиониста «Пейзаж на берегу Сены» размером всего с салфетку датируется 1879 годом. Нынешняя владелица картины, 51-летняя жительница Вирджинии Марсия, ее еще зовут Марта Фугоа, утверждает, что приобрела ее на блошином рынке «Харперс Ферри» в Западной Вирджинии в 2009 году всего за 7 долларов. Ей понравилась красивая рамка, а содержимое миниатюры Ренуара просто к ней прилагалось. В сентябре 2012 года, разобравшись в том, что ей досталась ценная вещь, владелица попыталась выставить картину на аукцион. Тут-то ее и обнаружил Музей искусств в Балтиморе, откуда работа великого мастера была похищена в 1951 году. Картину изъяли сотрудники ФБР. Однако Марта Фугоа с помощью адвокатов потребовала возвращения своего имущества. Сегодня она так и не появилась в суде. К нам вышел ее брат, Оуэн Мэддокс Фуго. Как оказалось, он тоже претендовал на Ренуара. Эта картина висела в доме нашей матери, художницы. Я помню ее с детства. Просто не могу точно сказать, с какого возраста. Я думаю, матери картину подарили. Сестра соврала, что она ее купила на рынке. Она просто очень любит деньги. Однако газета «Балтимор Сан» еще год назад писала, что располагает копии письменного заявления брата, в котором он признавал, что сознательно солгал о том, что пейзаж принадлежит его умершей матери, и находился в их доме еще 50 лет тому назад. Возможно, в тот момент он решил поддержать сестру. Сегодня, как видим, Фугоа вернулся к прежней версии. Он утверждает, что газетчики тогда его неправильно поняли, а сотрудники ФБР исказили и преувеличили его показания. Теперь Мэтт судится с сестрой за наследство матери, умершей в сентябре прошлого года. Адвокаты Марты Фугоа с самого начала утверждали, что документы, представленные Балтиморским музеем, не безупречны с юридической точки зрения и не могут быть представлены как доказательство в суде. В свою очередь, музей представил свидетельство кражи, произошедшей 63 года назад, в том числе полицейский протокол, свидетельство о выплате страховой суммы владелицы картины, известной собирательницы Сэйди Мэй. Тогда миниатюра Ренуара находилась во временном владении музея, дважды выставлялась, и сейчас музей хочет вернуть ее в коллекцию других работ, завещанных музею наследницей Сэйди Мэй. «Это великое произведение искусства. Картина принадлежала Сэнди Мэй и должна находиться в музее. Мы сделаем все, чтобы восстановить справедливость». Итог этой драмы, вызвавший интерес на таков живописи по всему миру, от Японии до Бразилии, подвела окружная судья Леона Бринкема. Она, кстати, вела процесс одного из заговорщиков терактов 11 сентября, Закариаса Масауи, и приговорила его к пожизненному тюремному заключению. Планировалось, что нынешний процесс возобновится в следующую среду, но вердикт был вынесен уже сегодня. Судья отвергла иск Марты Фугуа. Картина будет возвращена музею. Правда, не сразу. Истиции представили право на апелляцию. По законам штата Вирджиния, покупка краденого считается незаконной. Музей предоставил доказательства того, что полотно похитили в ноябре 1951 года. И суд признал это. Мы рады, что справедливость восторжествовала. В музее собираются торжественно отметить возвращение картины, которую выставят на всеобщее обозрение весной. Цена за миниатюру Ренуара, которая сейчас оценивается в 75 тысяч долларов, по мнению экспертов, благодаря шумихе подскочит как минимум вдвое. Напомню, эта картина была куплена 5 лет тому назад на блошином рынке всего за 7 долларов. Валерий. Спасибо, Александр. Это был корреспондент RTV в американской столице Александр Панов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова